Добрый день, друзья! Мы начинаем нашу передачу, посвященную уникальному событию, передачу под названием «Яндекс против ссылок» или «Новое развитие SEO». Как вы знаете, 5 декабря этого года руководитель службы поисковых сервисов «Яндекс» Александр Садовский объявил о том, что с 2014 года «Яндекс» меняет принцип ранжирования сайтов в поисковой выдаче. При определении позиций сайта в выдаче поисковик больше не будет учитывать, сколько других сайтов ссылается на этот ресурс. Пока это изменение касается только коммерческих запросов и только Москвы. Но легкая беда начала, и мы хотим сегодня вместе с нашими экспертами понять, что ждет нашу всю индустрию в ближайшем будущем, в 2014 году, какова будет дальнейшая судьба SEO и какова будет дальнейшая судьба инноваций «Яндекса». Сегодня у нас в студии эксперт Константин Леонович, Евгений Трофименко, Алексей Жуков, Евгений Костин. И по скайпу к нам сегодня присоединятся еще Сергей Людкевич, Михаил Слевинский, Александр Митник и Сергей Кокшаров. И они тоже будут активно принимать участие. Я надеюсь, что мы вместе разберемся с возникшей проблемой, с этим интересным явлением. Для начала я попрошу наших экспертов высказать свое видение, свое мнение тому, что было объявлено 5 декабря Александром Садовским. Давайте начнем, может быть, про часовой стрелки. Константин, придется тебе начать первым. Я даю тебе микрофон. Добрый день. Если коротко, то я считаю, что вся эта история вокруг нововведений слегка раздута, а может быть и не слегка раздута. И наша сегодняшняя задача как раз вместе с нашими экспертами понять, в какой мере нам вообще стоит относиться к этим нововведениям, всерьез или не всерьез. И если коротко, то я считаю, что нам просто надо продолжать всем работать. Евгений. Привет. В общем, Яндекс просто показал всем, что он стал уже очень крупным в смысле учета поведения. Он показывает этой отменой, что у него стало достаточно поведенческих данных, чтобы ссылки заменить. Ну, это, конечно, небольшой еще укольчик, пиночек в сторону сеошников, которых он традиционно не любит. Все. Да, сеошников традиционно не любят, но сеошники пока что высказываются очень аккуратно. Алексей Жуков. Добрый день. Ну, на мой взгляд, пока это только заявлений, ничего больше. Заявлений от Яндекса мы слышали уже неоднократно много. Те же острова до сих пор не введены толком. Ничего страшного не произошло, на самом деле. Как работали, так и будем работать. Отключить интернет, вот тогда будет проблема. Евгений Никостин. Ну, я хочу сказать, что ссылки отменяют не в первый раз, конечно, может быть не так громко, вот, но, в принципе, подобные заявления от поисковиков уже были, как от Яндекса, так и от Гугла в различной степени. Пока все живы, вот, я думаю, что как бы там ни было, продвижение без ссылок на данный момент еще все-таки невозможно, ну, а дальше мы уже по ходу нашей беседы это решим. Ну, вот, да, продвижение без ссылок невозможно, мы хотим, попытаемся понять, действительно ли это невозможно, или действительно есть какие-то пути, как говорится, обхода этого фундаментального правила. Но давайте сейчас спросим еще мнение Александра Митника. Александр? Да, да. Я, знаете, накануне этой передачи вспомнил такую историю, когда учился в пятом классе, у нас в учебнике английского языка была такая, ну, как скажем, притча, когда войска Филиппа Македонского, отца Александра Македонского окружили Спарту, и, как бы, ну, Филипп отправил им сообщение, что давайте, вот, если вы учтите, что если я возьму город, если я тараном пробью стены, если я там разрушу ворота, то я сравняю город с землей. И более того, что всем жителям, ну, каюк. Ну, получил в ответ одно лаконичное слово «если». С тех пор и он, и его сын Александр, в общем, Спарта обходили стороной. Так вот, интересно, когда я искал ту притчу, чтобы обновить в голове, там, дело было в Спарте или с кем-то было, я в Яндексе набрал запрос в их замечательной выдаче, там, ответ «если», ответили «если». Получился полный набор муры, ничего не получил. Хотя в Википедии эти статьи есть на русском, на английском. Стоило спросить Google Answered If, получил подсказку Spartans Answered If, тут же нашел эту статью, все нашел. Поэтому я понимаю, что если как бы с выдачей не получается, можно сделать вот такой фейковый вброс на умирающей для сеошников Ашмановской конференции. Это было очень печально, что единственные отзывы о такой уважаемой конференции. Этот вот этот фейковый вброс для меня вообще вопрос, как этот доклад пропустили. Похоже, конференция не модерируется, поэтому ситуация просто изумляет. Единственное, я хочу сказать, еще минутку раздали слово, что выдача Яндекса и Гугла и любой поисковой машины не бывает пустой. То есть, все равно в ней будет по любому запросу как минимум 10 сайтов на первой странице. А мы работали во времена без ссылок, без поведенческого фактора, с ссылками, с поведенческим фактором, с внутренней оптимизацией. Чуть-чуть поменяются условия игры, ну что сделать? Ну, значит, подстроимся под новые условия игры. Я не вижу проблемы, даже для меня забавно, почему поднялись только шумы. Для меня самое интересное в этой ситуации, что было очень много забавных комиксов. В сети с удовольствием рассматривал, читал. Спасибо, коллеги, так в общих чертах. Ну что ж, вполне большое спасибо, Александр. Возможно, что то, что сейчас происходит, это та самая медийная истерия, о которой так красочно говорил Константин Леонович. Но, тем не менее, если это истерия, мы тоже с ней должны расстаться. И я еще хочу так заметить, что разве можно было обращаться в Google с неправильным запросом? Это же не коммерческий запрос, а информационный, вернее, в поисковике. Конечно, Google на нее ответит. Google осталась информационная выдача, а Яндексу коммерческая. Давайте сейчас еще спросим у еще одного нашего удаленного эксперта, у Сергея Людкевича. Есть ли у него мнение какое-то по этому вопросу? Я знаю, что оно не столь оптимистичное, как у всех у нас здесь присутствующих. Сергей. Сергей немножечко подвис. Ну вот, да, друзья, это немножечко такая проблема прямого эфира, и тем более большого количества участников удаленных. Мы, конечно, живем в интернет-эпоху, но она не столь совершенна. Кажется, Сергей сейчас будет на связи. Ну, давайте тогда пока у нас идет дозвон до Сергея Людкевича. Есть ли у нас возможность спросить мнение Михаила Слевинского, который также у нас в онлайне должен присутствовать? О, мы видим апельсин или лимон. Привет. Михаил, да, привет. Ну вот здесь у нас уже идет, начинается обсуждение событий, мы будем называть их 5 декабря. Вот, мы практически все выскользы, ждем вашего мнения. Ну, окей. Мнение про что? Про то, как жить дальше. Ну, да, жить или не жить, может быть, так даже можно поставить вопрос. Некоторые так его ставят, пока что, в общем, оказывается, что пациент, в общем-то, вполне себе здоров и даже не думает ни как-то сдаваться. Ну, на самом деле, какая история? Давай я тогда на некоторые такие вот незаданные вопросы отвечу, а потом уточним тогда понимание наше. Во-первых, что я думаю про отмену ссылок? Я думаю, что в целом, судя по тому, как это было анонсировано, в общем-то, стоит ждать серьезных изменений. В чем конкретно они будут заключаться? В тотальной отмене ссылок, в отмене только внешних ссылок, в отмене только анкорных ссылок и так далее, никто из нас не знает. Все, что мы можем сейчас сделать, как оптимизаторы, это, собственно, прикладывать больше усилий в тех зонах, которые, очевидно, могут помочь нашим сайтам выглядеть лучше в будущие периоды. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть, в общем-то, уникальная возможность редко Яндекс анонсировать какие-то вещи, вот так загодя. Поэтому, в общем-то, у нас есть сейчас уникальная возможность поставить небольшие какие-то эксперименты, замеры, чтобы какие-то вещи для себя понять. Вот. Значит, я слышал вопросы, много вопросов было про молодые сайты. Ну, собственно, какие остаются возможности для молодых сайтов? Вот здесь, по-моему, поиск предельно честен. По-моему, Садовский не давал комментариев на этот счет в русскоязычном сегменте, но на сегодняшний день вышла статья, в которой Садовский сказал, что, ребят, коммерческие сайты должны покупать трафик. Это, в общем, нормально. И это, может быть, для кого-то ответ неприятный, жесткий, но он, по-моему, честный. Вот. И вообще, я встречал алгоритмы поведения физического антиспама, например, в которых высокая доля органики, большая доля органики, то есть органика превалирует над всем остальным, а часто можно маркировать сайт как спамный. Потому что довольно странно, что на хороший коммерческий сайт больше нет никаких других источников трафика, нет никаких других переходов. Там, из контекста, партнерок, там, Витального Трафа, Тайпына и так далее. Хороший коммерческий сайт должен, в общем-то, скорее всего, и в этих сегментах себя тоже как-то проявлять. Вот. Собственно, что делать взамен ссылок? Ну, на мой взгляд, надо прикладывать усилия по улучшению качества хоста и документа. Да. Садовский, я слышал, предложил перенаправить деньги в юзабилити. Я не уверен, что это для многих коммерческих сайтов вот именно это нужное решение. Может быть, на первых порах для многих будет просто полезен универсальная веб-аналитика. То есть, юзабилити начинается в любом случае с измерения. Бессмысленно делать юзабилити, если ты не умеешь померить результат. Поэтому сначала веб-аналитика, и у многих компаний, я так подозреваю, нет штатных веб-аналитиков, у людей, которые вообще занимаются измерением качества трафика, качества сайта и так далее. Вот начать, наверное, надо с этого. А дальше юзабилити, оно само собой органически подтягивается за этим. То есть, как только проблему нашли и определили, уже можно пробовать ее как-то корректировать и смотреть результат. Ну и, собственно, тексты. То есть, текстовую релевантность никто не отменял. И эта зона, вполне возможно, будет более значима. Еще один забавный вопрос. Перестанут ли покупать ссылки? Он самый забавный, по-моему, в этой истории. Потому что очевидно, что ссылки покупать не перестанут. И рынок в этом смысле очень инертный. SEO часто это просто вопрос религиозный. И многие оптимизаторы что-то делают не потому, что это классно работает, а просто потому, что верят в то, что так будет лучше и толком не измеряют. Поэтому, очевидно, рынок ссылок будет продолжать существовать. Никакой проблемы нет для ссылочных бирж. У меня такое подозрение. Но, по крайней мере, какое-то время. Серьезная проблема, по-моему, может случиться с накруткой поведенческих. Ее Стас Старский обозначил на конференции. По-моему, очень хороший вопрос задал. Это действительно может случиться. И здесь будет, конечно, все зависит от действий Яндекса. Насколько Яндекс готов отражать массовые активности по накрутке поведенческих. Если бюджеты ссылочные перетекут в накрутку поведенческих, это может быть серьезной проблемой для поиска. Из этого, кстати, выводы следует некоторое. Например, нельзя быть беспечным. И нужно следить за поведенческими методиками своего сайта. Соответственно, если начнутся накрутки конкурентов, которые будут плохо ловиться поиском, то наша задача их на своих сайтах обнаруживать. И вовремя с поиском начинать разговор. И показывать такие примеры, чтобы не попасть под раздражу. Это, наверное, стоит делать. Кажется, Михаил сказал свое мнение. Спасибо большое, Михаил. Давайте тогда, может быть, как раз на этом заявлении Михаила Слевинского немножечко подробнее остановимся. Потому что он описал достаточно сложную и неоднозначную картину. С одной стороны, да, теперь мы будем заниматься исключительно юзабилити сайта. А с другой стороны, рынок ссылок никуда не денется. Вот как на самом деле будет обстоять дальнейшее развитие событий? Желание поисковиков, чтобы вкладывали деньги в юзабилити, в разработки, на самом деле, мне так кажется, это будет фейком еще тем. В общем, дешевле сделать сотню откровенных говносайтов. С правильной безобилицией. Да. Нет, никакой там безобилицией, которая будет просто сборщиками трафика. Чем вложиться в один сайт, который потом Яндекс сам уже и зафильтрует. Шанс что-то с них собрать, что-то будет намного выше. Так. Ну, я думаю, что это просто определенный шаг назад. То есть, если исходить из того, что ссылки будут отменены, ну, вдруг все-таки такое случится, то, скажем, накрутить поведенческие факторы сейчас гораздо проще, да, в какой-то степени, чем поставить качественные ссылки. То есть, если Яндекс ужесточает алгоритм ссылочный, то сейчас следовать ему, да, соответствовать ему гораздо сложнее, чем накупить, да, накрутить каких-то активностей, типа, там, просмотров, посещаемости и так далее. Другой вопрос, что сейчас Яндекс эти поведенческие метрики в разной степени как-то учитывает. То есть, судя по мнению, там, разных оптимизаторов, у кого-то это работает в минус. Ну, вроде как Яндекс отследил накрутки и, там, наоборот, понизил сайт в рейтинге. И у кого-то в плюс, у кого-то никак. Вот. Но мы же понимаем, что если отменяются ссылочные, то другие факторы набирают больше вес. Так, есть ли? Да. У меня будет немного со стороны заход. Дело в том, что после всех этих заявлений мы не стали реагировать никак официально на заявление Садовского. И, с другой стороны, мы попробовали посчитать по нашей базе данных, какое количество запросов потенциально может подвергнуться каким-то изменениям после смены алгоритмов. Так вот, цифры безумно интересные. Потому что, если вы помните, то Садовский озвучил, что отмена ссылочного будет в 2014 году по коммерческим запросам и в Москве. Так вот, мы все еще продолжаем анализ, мы его все еще делаем, потому что там не так все просто посчитать. Тем не менее, 8,5% запросов всего лишь попадают, продвигаемых через сейп, попадают под эту историю. 8,5%. Далее, если мы еще посмотрим, что Яндекс – это половина поиска в Рунете, то речь идет о действительно малом значении запросов, на которых это вообще коснется. И теперь смотрите, мы имеем менее 10% запросов, по которым это хоть как-то может повлиять. И то, да, это будет в 2014 году, мы это включим. Ну, вот мои коллеги уже упоминали, что Яндекс обещал сделать острова в выдаче везде с 1 июля. Сейчас какое у нас число? Там 7 декабря или какое? 9. Да, 9. 10. Мы не в записи, 10. Соответственно, островов везде до сих пор нет. И мы помним это также. И по предыдущим релизам поисковой машины Яндекса. Кроме этого, мы также помним, что начиная с 7-го, там, с 8-го года Яндекс постоянно вводит какие-то новые алгоритмы, а затем он их откатывает, потому что он видит неудовлетворительные результаты. Так было, например, с портянками текстов на главных страницах, когда, ну, был через полгода буквально откат, с тех пор, как все заспамили текстами свои сайты. Это было. И, возвращаясь к этой истории, речь идет о малом количестве запросов. И если уж тут о чем говорить, то говорить о другой проблеме. Почему? То есть можно разделить, да, я сразу хочу еще один момент озвучить. Можно разделить потенциальные аудитории, которые пострадали от этого информационного вброса. Профессиональная аудитория, та, которая нас сейчас слушает, это наши коллеги-эксперты, это аудитория Search Engine форума, это аудитория всех наших сервисов, люди, которые продвигают сайты. Она никак на этот вброс не отреагировала, если мы видим мнение. Да, но удивление мало обсуждений. Мало обсуждений. И большая часть их посвящена была, ведет ли Яндекс на самом деле вот эту новую систему, или это просто был вброс и не будет. Да, и на самом деле мне это очень нравится, что профессиональное сообщество отреагировало здраво. Но что мы видим с другой стороны? Мы видим, что такие топовые издания, как «Ведомости», «РБК» пишут материалы, в которых берут комментарии у людей, настолько далеких от рынка SEO, что я задумался, если мы читаем статью про нас с вами, про SEO рынок, и понимаем, как они врут. Извините, а если все остальные тоже читают «Ведомости» и думают, банкиры читают, и думают, о боже, что они пишут о нас. Ценность этих изданий падает. И к чему я это все говорю? К тому, что есть большая проблемная группа людей, это владельцы бизнеса, это наши клиенты, клиенты агрегаторов, клиенты бирж-ссылок, клиенты SEO-агентств, агентств по всей России, которые прочли это, не знают, слышали звон, но не знают, где он, как говорится, да, и не знают, как на него правильно реагировать. Наша с вами задача, на самом деле, ты прав был, расставить точки над «и», объяснить, где будет проблема, где ее не будет, и сделать так, чтобы люди не сделали резких и ошибочных решений. Повторюсь, 8,5% запросов всего, и на самом деле их будет меньше, потому что мы будем уточнять наши метрики. Ну что ж, вот на эту медийную истерию мы сейчас отдаем ответ профессионального медиа, профессионального телеканала, так что есть шанс. Привет всем. В общем, как бы сказать, долгие комментарии, сможет просто, смотрите, все же понимают, что биржам нужно продавать ссылки. Есть такая вот цепочка отрицания, гнев, торг, принятие, что-то в этом духе. Сейчас все заняли позицию отрицания. То есть биржи выпустили релизы, что зима не будет, ничего не будет, спокойно, спокойно все. Агрегаторы то же самое. Все, значит, ну это позиция отрицания, да, она со временем, когда введется, если введется алгоритм отмены ссылок, она сменится там на остальные стадии. Я думаю, что нужно переходить сразу к торгу и что-то мутить, такое, которое, скажем так, будет влиять на поиск, но при этом будет человеческим. Теперь, что касается отмены ссылок. Все оторвались, блин, от своих корней. Все забыли, что цитируемость, пейджеранг, вид и вся прочая вот эта шелуха – это все модели популярности человеческой. То есть, когда не было тулбаров, не было браузеров, Google Chrome, не было Google Analytics и Яндекс.Метрики, широко распространенной, тогда приходилось для того, чтобы посчитать модельную популярность страниц, использовать граф ссылок, переходы по ссылкам, некую модель пользователя, которая кликает на что-то. Сейчас, возможно, настала такая ситуация, что поведенческих данных, которые позволяют не моделировать пейджеранг, а посчитать его из исходников напрямую. Возможно, количество данных у Яндекса возросло до такой степени, и, возможно, поэтому он не боится отмены ссылок. Тем более, что в этих ссылках, понятно, что по коммерческим запросам не особо что-то такого нового пишут. Все пишут на сайте все слова, которые характеризуют бизнес. Новых данных из анкоров получить вряд ли возможно. Ну и зачем тогда это надо? Я думаю, что действительно, на самом деле, поведенческие информации по переходам со страницы на страницу и информация по ссылкам – это слепки, очень похожие друг на друга. Может быть, они действительно реально заменят одно на другое? Почему нет? Все. Сейчас тогда, Алексей, я просто сразу хочу задать вопрос. Но ведь Яндекс пользуется самообучающей системой, которая постоянно ищет новые факторы, влияющие на релевантность. И если он видит, что влияние ссылок падает, эта система, он сам сводит в формуле своей влияние ссылок совсем ниже, ниже к нулю. Зачем менять волевым образом? Вот так вот получается. Само бы уже уменьшилось. Ну да, все правильно. Они изначально много говорили, много говорили, что влияние ссылок падает, что оно очень маленькое. Сейчас они, видимо, решили действительно такой пиар-ход небольшой сделать. Уже все, зима не будет, все ссылки отменяются. Может быть, это действительно некое волевое решение, которое может быть немножечко поиск и ухудшит, с точки зрения англоризмов. Ну, именно, что немножечко. Но зато они считают, что все деньги пойдут, хлынут рекой, юзабильт, вылучшение своего сайта, во всякое такое. На директ. Ну, и на директ, наверное, что-то попадет. Так, Алексей. Есть такое маленькое замечание, что если использовать только поведенческие и текстовые, так выдача должна быть вообще одни дорвеи. То есть сейчас вот по ВЧ-запросам, там еще выдача более-менее какая-то адекватная. А если взять НЧ-запросы, там одни дорвеи. И с дорвеями ни один поисковик бороться еще не научился. Это нет? Нет, вообще. Ну да, то есть там текстовые факторы ранжирования, например, количество этих самых латинских букв в тексте страницы. Ну да, то есть матрекс на это может напридумывать много факторов, которых не имеет никакого физического смысла, которые будут элементарно накручиваться. По поводу того, что если бы, что ты говоришь, были бы дорвеи выдачи, у дорвеев поведение не очень хорошее. Человек туда перешел, а вот редиректили, например. Или там он один клик сделал и все. Это вот как раз вот это и есть плохое поведение. Ну, точнее, не так, скажем так. Ты не знаешь, хорошее это поведение или плохое. Это было раньше. Хорошая модель МФА. Это вот если посмотреть, это докладывал Саша Люстика того же. Он приводил примеры, что если раньше, да, человек зашел, сделал клик больше, а посетителям ничего не было нужно, то такие сайты сейчас не живут. Сейчас человек гоняет по страницам, он что-то делает, он что-то понимает, но в итоге он все равно кликает по рекламе. Это современные дорвеи, это дорвеи, ну, это СДЯ. Ну, хорошо, пусть живут современные дорвеи, которые уже становятся такими сайтами. То есть ты вкладываешь не улучшение, не улучшайте свои сайты, а улучшайте свои дорвеи уже. Ну, хорошо, и он становится сайтом. Ну, отлично, ничего. Так, есть ли у вас мнения? У нас на связи появился Сергей Людкевич. Сейчас мы попробуем еще раз с ним связаться. Все-таки его мнение нам очень интересно, тем более, что оно не совсем у нас такое, как говорится, совпадающее. С мнением зала. Да. Сергей. Здравствуйте. Вот, Сергей у нас на связи. Сергей, ну вот мы уже почти полчаса дискутируем, обсуждая... Я, к сожалению, не все слышал. Да, но я думаю, что то, что, как говорится, уже было слышно, уже впечатлило. Замечательно. Итак, что же ждет у нас SEO в первую очередь после введения нового алгоритма Яндекса? Не нового алгоритма, а новых правил ранжирования. Я думаю, как бы Садовский, наверное, не стал бы, как бы, бросать пустые слова. То есть, видимо, они все-таки сумели, отключив ссылочные факторы, построить более-менее приемлемую формулу, которая дает более-менее приемлемые результаты. И я думаю, что, в общем-то, может быть, как выразились, зима не будет, может, и действительно не будет. И мне даже интересно посмотреть, во что это выльется. Собственно, я таких действий ждал, наверное, лет 6-7. И, ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Единственное, мне бы очень хотелось, чтобы вот эта вот замена ссылкам, которая будет в алгоритме, она не смогла так же легко накручиваться, как ссылки. По моему мнению, вот эта вот промышленная эксплуатация ссылочных факторов, она оказала очень негативное влияние на отрасль. Понизился очень низкий, очень понизился интеллектуальный порог входа. В отрасли хлынули люди, которые, собственно, кроме как покупать ссылки, ничего не умеют. И имидж SEO-шника сейчас, он находится на очень низком уровне, там, на одной ступеньке с всякими хакерами, читерами, киберсквотерами и плохими нехорошими людьми. И надеюсь, что все то, что действие Яндекса приведет к тому, что у нас в этом плане будет наблюдаться некое оздоровление, и все будет хорошо. Правда, не знаю, как это, конечно, отразится на тех бизнесах и тех людях, которые плотно завязаны в индустрии ссылкоторговли, но я думаю, они найдут себе какое-нибудь новое достойное применение. Спасибо, Сергей, большое. Это было мнение Сергея Людкевича. Он считает, что все будет хорошо, хотя ссылочное продвижение умрет, по его мнению. Я хотел задать вопрос Сергею, он, к сожалению, отключился. Задам тогда коллегам в студии. Он нас прекрасно видит и слышит по трансляции. Я думаю, что, в принципе, он может ответить. Я не понимаю одну вещь, которую наблюдаю 2-3 дня. Почему отмена ссылочного ранжирования по Москве по коммерческим запросам приравнивается всеми комментаторами к смерти SEO с помощью платных ссылок, а некоторыми комментаторами так вообще к смерти всего SEO. Хорошо не к смерти интернета. Да, хорошо не к смерти интернета. И SEO-шники уйдут и так далее. Есть Google. Google – это 50% поиска. 51. Нет, если это вопрос... Ой, извините, вру-вру-вру, конечно, и 51. Яндекс – это 51-52% поиска, да, если смотреть по лайф-интернету. Все остальное – это Google, Mail и что там еще осталось у нас. Есть Яндекс, у него есть московские коммерческие запросы. Есть московские некоммерческие. Есть вообще вся Россия, все СНГ. И, черт возьми, ссылки по всем остальным историям. Ну, если мы уже говорим о ссылках, да, у нас тема передачи ссылки, то ссылочное ранжирование по всем остальным запросам будет работать. И я вот думаю и даже радуюсь за некоторых моих коллег-оптимизаторов, которые продвигают клиентские сайты, потому что если сейчас часть клиентов даже отвалится и по какой-то причине испугается продвигаться, то у остальных будет просто больше шансов продвинуться в топ в следующем сезоне 2014 года. Где бы они ни находились. И это здорово. Меньше конкуренции, дешевле ценник, все в топе. Ну, вот Сергей слышит нас, и я думаю, что он ответит сейчас. Это мой вопрос ко мне. Я никоим образом не говорил, что SEO там умрет. Я никогда не ставил знак равенства между SEO и ссылками. Просто так получилось, что последние, наверное, года, да, лет как раз-таки 6-7 основным инструментом для продвижения были именно ссылки. И, честно говоря, это немножко удручало. Я очень надеюсь, что сейчас, наконец-то, станут более весовыми другие факторы, которые будут требовать более плотной работы с сайтом. Вот сейчас, в последний год, очень сильно наблюдается тенденция, да, коммерческие факторы, в числе которых ходит юзабилити. Опять же, да, я вот еще повторю смысл. Главное, чтобы здесь не было какой-то такой дыры, которая будет найдена, и все, например, начнут там накручивать какой-то, не будем там, да, упоминять фактор, может быть, любой. Вот. И мы начнут накручивать, и опять это все вылезет. Ну, мы помним портянки, да, когда рулили текстовые факторы, когда стали использовать ужасные портянки, там, 100-500 вхождений. Вот. Главное, чтобы сейчас не было что-то такого, иначе опять SEO превратится из, собственно, достаточно интересной услуги, которая должна развивать сайт, опять в какую-то, значит, эксплуатацию каких-то дырок. Вот. Ну, а ссылки, да, то есть остается еще Google, правда, по-моему, не 50% факторов, а чуть поменьше раза в два, вернее, не факторов, а доля рынка. Вот. Но неважно, все-таки, в первую очередь, всеочников интересуют именно коммерческие запросы, и именно в Яндексе. По-моему, это наиболее конвертируемая сейчас доля коммерческого трафика. Можешь, пожалуйста, объяснить, что такое коммерческий запрос? Просто после этого релиза мы очень долго думали и пытались, да, там, либо найти от Яндекса какое-то определение, либо сами как-то. Ну, у нас у самих кое-что получилось, естественно. Да, соответственно, прокомментирую, пожалуйста, коммерческий запрос для Москвы – это какой? Ну, да. Если у него есть доступ, да, к рекламе, к Директу, то, наверное, он эти данные использует. Так что, я думаю, в первом приближении, можно сказать, те запросы, по которым идет активная реклама в Директе, они имеют гораздо большие показатели коммерческости. Ну, еще можно там часть факторов придумать. Ну, думаю, реклама – это основное. В релизе Магадана было это все. Там, по-моему, изначально они составили, по-моему, 300 тысяч, и на основании их уже делали словари коммерческие. Сколько их там всего, я не помню. Я думаю, мы поймем, какие запросы коммерческими являются с точки зрения Яндекса, какие некоммерческими после того, как ведут этот алгоритм. Ну, я вот тут вчера вечером или ночью, вечером, наверное, на серче выкладывал фотку «Страшный сон поисковика». Это вот куча компьютеров, которые стоят и работают сами по себе, без людей. Вот это их ждет на самом деле. Почему, Алексей? Ну, железо дешевое, очень дешевое. То есть уникальный айдишник на браузер, на Яндекс.Браузер или на Хром, ну, то есть при установке, он поставится. Зарядить нового пользователя, подружить ботов друг с другом, да не проблема. И пусть они ходят круглосуточно и, ну, с какими-то перерывами на сон там, их можно даже вывозить, ну, то есть менять айпишники время от времени. Все. И вот поставь стеллаж, они замучатся их фильтровать. Ну, Яндекс, я так понимаю, уверен, что он сможет хорошо отфильтровать накрутки. О поведенческих факторах сейчас идет речь, да, насколько я понимаю? Ну, не только, но у меня выдача парсится в онлайне дома с одного компьютера, практически нет, не отключаясь. Капчи практически нет. В общем, я паршу там банальными какими-то скриптами. Сергей задумался. Нет, я просто думаю, ко мне, вопрос не ко мне. В общем-то, да, конечно, если вдруг появится там возможность как-то воздействовать на те же поведенческие факторы промышленные, это очень плохо. Но я говорю, я очень сильно надеюсь, что Яндекс, прежде чем отрезать, он сто раз отмерил. И, значит, я думаю, там неглупые люди работают. Они примерно могут просчитывать там хотя бы на шаг вперед последствия своих действий. А, в целом случае, уже сейчас, когда они несколько раз наступали на грабли, да. И грабли с поведенческими, они тоже были в девятом-десятом году. То есть, они уже примерно представляют, что это такое. Когда там поднимались сайты в топ за пару месяцев. Буквально там за счет каких-то несложных манипуляций. Так что я не думаю, что... То есть, вот здесь будет такой апокалипсис, что ссылки это были каким-то сдерживающим фактором для более дешевых накруток. Вот. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот я спросил. У меня вот не было на конференции самой. Спросил у ребят, а почему никто не задал Яндексу прямой вопрос? А Яндекс сдался? Сиошеньки его победили? То есть, они просто не в состоянии определить, хорошая ссылка, плохая. Google трепыхается еще. Google трепыхается. Но мы видим тоже интересные последствия трепыхания Google. Когда действительно хорошие со всех, так сказать, точек зрения ссылки объявляются плохими. И люди потом не знают, что с этим делать. Вот, например, я как модератор форума Search and Giants.ru вижу письма, которые идут на саппорт с просьбой снять ссылки. Абсолютно органические ссылки на сайты, которые возникают в процессе обсуждения людьми какой-то проблемы. Потому что с цитатой письма из Google, что вот эта ссылка с форума заявлена как некачественная. Так что Google, он, конечно, трепыхается. Но не факт, что у него эти трепыхания, они как бы идут на пользу качеству выдачи. И есть там, можно посмотреть много примеров, что там, в общем-то, выдача, скажем так, не улучшилась. Ну, просто посмотрим, как будет трепыхаться Яндекс. Мне вот, например, очень интересно, что нас ждет после Нового года. И чем скорее, тем лучше. У меня первая мысль была, которую, когда они заявили, это как можно отключить слышный фактор. Это просто заморозить выдачу и сделать там небольшой рандомчик. Самый простой вариант. Никакие ссылки не нужны. Хотя в учебу выдачи и так практически заморожено. Там плюс-минус 1-2 позиции, когда сайты меняются, годами стоят там, реально годами. Ну, какие там ссылки уже. Заморозили выдачу и все. И вот, ну, год они так посидят, но может народ перестанет покупать. Расчет на это? Так, я хочу увидеть, что к нам еще присоединился еще один эксперт. Это Станислав Ставский. Если его видно не очень хорошо, то уж не обессудьте, потому что вот студия уже не вмещает количество экспертов, которые готовы принять на счастье. Константин. А? Ну, пока, да, пусть немножечко войдет в... Да, я хотел на самом деле подтвердить, действительно, по ВЧ-запросам выдача в некоторых случаях фактически законсервирована, да, и там движение минимальное. Примеры, множество примеров, когда по суровым ВЧ-запросам идет серьезное продвижение, в том числе ссылочное, и результат достигается там к концу первого года, там к полутора годам. Просто потому, что вот есть какой-то такой, не знаю, ценз временной. Слушайте, ну, кстати, Садовский же в свое время говорил, Александр, что я могу сейчас не совсем точно воспроизвести цитату, что платная ссылка релевантна хотя бы в силу своей стоимости. То есть, как бы, дорви на себя покупать ссылку, тем более надолго, тем более на хорошем сайте, вряд ли будет. Если человек долго тратит время, много тратит времени и денег на ссылки, то явно он... Уже занимается оптимизацией. На своем бизнесе. Если уж так говорить, то в дирекции гораздо больше вероятность схватить некую, не знаю, недобросовестную, что ли, компанию или вредную компанию. Я все время пример этот привожу. Выдача московская по запросам визы, да, получения виз и так далее, заполнена откровенно кидальными конторами, которые там крышуются, я не знаю, кем. Ну, потому что они в соседнем здании с ФСБ работают, наверное, можно предположить, кем они крышуются. И там действительно идет сплошное надувательство. То есть, берут деньги, не оказывают никаких услуг. И таких контор десятки, и они все в директ. Директ оккупировали и SEO оккупировали. Если уж на то пошло, то в директе еще больше жуликов, чем в нормальном, долгом, хорошем SEO. Да, сейчас вот у нас Евгений скажет мнение. Я хочу сразу предупредить, что у нас еще на связи Сергей Кокшаров, который тоже присоединится к обсуждению. И после этого я хочу дать слово Станиславу Ставскому, потому что я вижу, что ему есть что, по его глазам я вижу, что ему есть что сказать. По поводу замороженности выдачи просто хотелось прокомментировать. Это отлично, замороженность выдачи отлично ложится в идею перехода к трафику, к учету трафика от перехода ссылочной популярности. Потому что все топовые сайты покупают так или иначе какие-то переходы, какой-то трафик, партнерские переходы. В том числе и Директ. Понятно, что переходы с Директа Яндекс стремится не учитывать вроде как, но есть другие рекламные системы. Люди переходят, не считаются рекламными, ведут себя на сайте хорошо, то есть лазают по сайту, что-то там может закупают. И замороженность выдачи, это примерно может быть связано, может быть трактовано как замороженность тех же самых стабильности рекламных бюджетов по покупке трафика. Тоже метод. Я тут, кстати, вспомнил, на одном из киборифов представители Яндекса прямо на этот вопрос ответили тем, что а с какой стати топ должен меняться? Да, ну в общем-то всем выгоднее. Да, там уже хорошо. Нет, это типа того, с какой стати новая фирма должна появиться в топе. Кто они такие? Есть фирмы с именем, а это кто вот? Да, накопчик. Мог там только что зарегистрировали. Почему вы должны быть в топе? Давайте сейчас спросим мнение Сергея Кокшарова. Давайте пока мы дозвонимся. Вот, нет, он все-таки ждал. Давайте так, по очереди. Давайте сейчас спросим мнение Сергея Кокшарова. Давайте пока мы дозвонимся. Вот, нет, он все-таки ждал. Давайте так, по очереди. А вот и Сергей. Сергей, добрый день. Это уже я. Давайте пока мы дозвонимся. Вот, нет, он все-таки ждал. Давайте так. Добрый день, меня видно? А вот и Сергей. Сергей, добрый день. Ты уже ешь? Да, это, видимо, через таможню украинскую проходит сигнал, и поэтому он несколько задерживается. Меня видно, я вижу обратную связь. Сейчас я попробую в наушниках это сделать. Да, это, видимо, через таможню украинскую проходит сигнал. Так, добрый день, коллеги, как меня слышно? Прекрасно. Отлично. Смотрите, значит, я так понял, вопрос, мы обсуждаем про ссылки. Тут мое мнение в том, что топ не поменяется, скорее всего, по многим запросам. Несмотря на то, что было заявление о отключении ссылок, то есть это скажет нам о том, что ссылки навряд ли давали значимый какой-то эффект. Ну, отношение к маркетингу изменится. Это такой основной принцип Яндекса. Они, которые выразили, кстати, в своем документе эволюция веб-спама в Рунете. Если вы позволите, я зацитирую, что они об этом по этому поводу говорят. Значит, в этом документе написано, что покупка ссылок на биржах является одним из самых популярных методов спама ссылок в России. К сожалению, эта практика распространена из-за задержки в реакции со стороны поисковых систем. Относительно большой период времени, когда платные ссылки были эффективным способом раскрутки сайтов, позволили этой технологии сильно распространиться. Это показывает большую необходимость для поисковых систем реагировать на новые формы спама очень быстро. Мы уверены, что быстрая реакция на новые виды спама наиболее важна, чем алгоритмическая точность. В этом все и выражено. Скорее всего, конечно же, это был информационный сброс со стороны Яндекса, но очень осмысленный, очень правильный сброс, который непонятно, как будет дальше. Либо тут мы два вопроса должны рассмотреть. Будут ли работать ссылки или не будут? Это первый вопрос. А второй, будут ли их покупать или не будут? Это второй вопрос. Ну и, собственно, они, конечно же, могут не работать, но, как мы знаем, ссылочный граф, он дает нам много сигналов. То есть это не один, там, два, три сигнала, а, как Яндекс утверждает, около пятидесяти. И непонятно, какие сигналы он отключит. Навряд ли можно все отключить, так как там очень важные есть, очень весомые такие сигналы, хорошие, незашумленные. И, скорее всего, они останутся. Но, возможно же, конечно, он пойдет на крайние меры, отключит весь ссылочный граф, и тогда мы что-то потеряем. Ну, какие-то факторы действительно будут утеряны. Но в данном случае алгоритмическая точность не так важна. И по опыту, как это сделал Google в своем Google Пингвине, там тоже много сайтов хороших жаловались, что у них вроде бы все нормально, они вели свой маркетинг, так в кавычках скажем, но их задел пингвин. Но это алгоритмическая точность, это как бы жертва со стороны поисковой системы, и они больше так все-таки добьются своей цели, я думаю. Ну, а будут ли покупать ссылки или нет, это, конечно же, наверное, все-таки будут. То есть это зависит не от того, как будут алгоритмы работать, а, как правильно сказал Миша Слевинский, то есть какая-то степень веры в то, что сейчас действует на данный момент. Ну и, собственно, вроде бы все, что я хотел сказать. Сергей, ну вот если будут покупать ссылки, то объем упадет по покупке ссылок или нет? Ну, возможно, конечно, упадет, так как рынок развивается, люди постепенно узнают о новых фишках, типа вот как поведенческие факторы, что они важны, что юзабилити важно, что уровень доверия важен, но особенно молодые ресурсы, у которых не получается в топ, они все больше ищут методов, какие же методы можно дополнительно использовать. То есть ссылок, возможно, будут покупаться меньше, ну и, я думаю, может быть не в ближайшем будущем, но в каком-то ощутимом будущем ссылочный бизнес начнет угасать, как это не обидно для владельцев ссылочных различных бизнесов. Но, тем не менее, я полагаю, что в ближайшем будущем такое будет. Я вот недавно общался с одним владельцем сайта, у него тематика – это головоломки, в частности, они продают кубики-рубики, и они раньше были клиентом агрегатора, ну и сейчас являются клиентом, то есть для них просто закинуть туда 3000 рублей в месяц и, в принципе, не беспокоиться, что там происходит, и они даже не отслеживали, где ссылки размещаются. И недавно они это посмотрели и говорят, «О, ты знаешь, где наши ссылки на кубик-рубик размещают?» Это «Наркоз и анестезия» сайт. Ну и они, конечно же, понимают, что такие сайты не тематически ссылаются, больше заботятся о репутации, доверии, и потихонечку начинают как-то с этим работать, фильтровать эти ссылки и так далее. То есть объемы в любом случае будут постепенно уменьшаться покупки. Ну вот уже не первый раз мы слышим, что изменение в правилах ранжира Яндекса повлияет на качество SEO. Фактически это бездумное SEO, когда люди сами не знали, где размещали и вообще не заботились о качестве SEO, ну действительно как-то отойдет. Стас, есть что добавить? Так, всем привет. Я так понимаю, тут мы обсуждаем ссылки, заявление Яндекса про отключение ссылочного. Абсолютно верно. Абсолютно верно, да. Я вижу, что в принципе аудитория настроена негативно по отношению к Яндексу. То есть все говорят, что там выдача ухудшится, выдача заморозится, вот это будет плохо, это плохо, это плохо. То есть я вижу негатив по отношению к Яндексу. Ну вполне естественно, что это заявление вызвало негатив. И тут у нас есть два варианта, либо верить ему, либо не верить ему. Если мы ему не верим, то обсуждать нечего, на самом деле. Типа это пиар, ну что-то там, короче, Яндекс. Не первый раз такие заявления случаются. Ну да, 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 то есть он пиарится. Если же, давайте предположим, что мы ему поверили, поверили Садовскому, что это действительно произойдет. То есть произойдет отключение ссылочного по коммерческим запросам в Москве. Как говорит Садовский, это коснется 10% запросов вообще в потоке. Значит, если посчитать, допустим, вот есть цифры у АДВСЕ, у Андрея Иванова, что 60% запросов отображают контекстную рекламу. То есть можно считать их коммерческими. То есть здесь, если посмотреть, доля Москвы там у нас где-то 1,4 от доли России, то есть у нас получается, что эти 10% запросов, про которые говорит Садовский, это вот точно те запросы, по которым есть объявление директора. Значит, по этим запросам ссылочная работа не будет. Ну, как бы что это значит? Что, ну, конечно же, если биржи ничего не будут предпринимать, а просто говорить, что типа вот там, ну, продолжать как бы вести себя по-старому, то начнет угасать этот бизнес ссылочный. Да, но я считаю, что биржи могут, ну, сделать как бы ход конем. То есть, смотрите, у нас был ссылочный граф, учитывались, значит, ссылки. Ну, факторы посчитаны по ссылочному графу. Сейчас там, значит, у Яндекса есть поведенческий граф. У него много баров, браузеров, у него есть антивирус, который проверяет каждую страницу в Firefox, который загружается. То есть у него много данных у Яндекса. Он может строить хороший поведенческий граф и вполне заменить им ссылочный граф. Ну, и как бы у ссылочных бирж уже есть база ссылок установленных. Соответственно, для того, чтобы влиять на эти факторы ссылочного поведенческого графа, нужно организовывать трафик по этим ссылкам. То есть я считаю, что ссылки будут преобразовываться в объявления, там контекстные какие-то на сайте. Нужно будет увеличивать кликабельность ссылок. Первое, что должны сделать биржи, это поставить счетчик на клике на ссылку. Сейчас счетчика не стоит. Когда они поставят счетчик на клике, можно будет увеличивать этот показатель, количество кликов по ссылке. Если у ссылочных бирж получится это сделать и получится продать эту историю веб-мастерам и оптимизаторам, то ссылочный бизнес не угаснет, и все будет хорошо. Что касается обычных оптимизаторов, поговорили про ссылочные биржи, теперь про оптимизаторов. Кто такие обычные оптимизаторы? То есть смотрите, вот есть компании крупные, типа Сейп, Сеопульт. Вот мы про них поговорили. То есть я сказал, куда это может двигаться все. Теперь обычные оптимизаторы – это люди, которые оптимизируют сайты, непосредственно занимаются оптимизацией. То есть не ссылками, а оптимизацией. У них задача вывести в топ сайта. Что для них значит это нововведение? То есть Садовский сказал, что ссылки отключаются. Ну, во-первых, у них высвободятся бюджеты ссылочные. То есть если действительно ссылки отключатся, а это будет проверено и доказано, у них высвободится ссылочный бюджет. То есть я могу сказать по себе. У нас в компании 8 порталов, то есть у нас довольно большой ссылочный бюджет, ну и в последнее время мы его снижаем на высокочастотные запросы, потому что эффекта вообще нет. Сейчас, если отменят ссылочное вообще, то мы, наверное, снимем и ссылки на низкочастотные запросы. Тогда у нас высвободится какое-то количество денег из маркетингового бюджета на 2014 год, который мы потратим на тестирование сайтов, юзабилити, опросные листы сделаем, айтрекинг наших сайтов и сайтов конкурентов. То есть мы хотим добиться того, чтобы наш сайт был не хуже конкурентов. Почему мы это делаем? Потому что, на мой взгляд, Яндекс сейчас решает увлекательнейшую задачу. То есть там несколько сот инженеров-математиков, они решают задачу такую, типа «О, многомиллионная толпа, обучи меня распознавать хорошие сайты, с хорошим интерфейсом, с хорошим дизайном, удобные». То есть этим занимается много человек и реально уделяют много внимания этому. Я уверен, что у нас появятся новые факторы, поведенческие, коммерческие, и они, собственно, будут заменят ссылочные. Да, мы предполагаем, что ссылки отключили. И будут влиять на результаты поиска. То есть нужно будет заниматься сайтом. Как это не банально звучит, но нужно будет делать сайт не хуже, чем у конкурентов. У нас вот такая ситуация, например, в компании. У нас там есть несколько сайтов, есть конкуренты. И вот некоторые сайты у нас явно хуже конкурентов по дизайну, по интерфейсу. И мы уступаем им выдаче сейчас уже. И какие мы там все усилия не предпринимаем, мы подняться выше них не можем. Ну, вот с одним сайтом такая ситуация. И нужно переделывать дизайн, нужно переделывать интерфейс. Это главная задача сейчас. То есть не купить ссылок на 500 тысяч рублей на этот сайт, а именно переделать его и сделать на уровне сайта конкурентов. Я слышу мантру Стаса, что сеивает и магию. Это в последнее извлечение. Стас у меня долго так говорил, что нужно заниматься сайтом. У меня, честно говоря, первая мысль возникла, знаешь, какая? Когда освободятся бюджеты. Вот мысли этого самого, не там сеошника, а именно бракетолога. А что мне мешает сейчас сказать? Ребята, мы делаем сайты под новые алгоритмы Яндекса и просто поднять цену раз в пять. За то же самое. То есть сумма денег, которая вкладывается в сайт, никогда напрямую не зависела от качества сайта. Ну, никогда этого не было. Что сайты за полмиллиона, что за пять тысяч, они абсолютно одинаковое говно были. Ну, как правило. И ты можешь делать с ними все что угодно, платить любые деньги. Если это сделали нормальный сайт, деньги не имели значения. Да. Мысль такая. Мысль такая, что все эти деньги, ну, перетекут в карманы, там, помнишь, было продвижение такое, да? А маркетологи хорошие сидели, продавцы. Вот таким же продавцам перетекут эти деньги. Вот и все. Ну, почему-то таким же. Мне кажется, что деньги там эти высвободятся, они перетекут просто к SEO-компаниям. То есть SEO-компании вообще ничего не потеряют. То есть те, которые там занимаются клиентскими там сайтами, да? Они, ну, там могут и поднять цены, могут там, ну, как бы... Они не снизят цены на продвижение, да? Потому что ссылочный бюджет там, если они будут сокращать ссылочный бюджет. У нас еще на плазме голова Михаила Слевинского. О, Миш, привет! Да. Он мысленный практически, и не только мысленно с нами. Ему есть что добавить. Мы слушаем. Я хотел просто несколько слов сказать вот в догонку. Мне очень понравился, Жень, твой тезис о том, что поисковики, наверное, накопили уже, наконец, достаточно данных для того, чтобы по-честному, а не в приближениях считать качество. То есть действительно модели там отживают, и понятно почему. Думаю, что именно это и происходит. Потом смотрите. Стас вот сейчас сказал о том, что надо в конце концов заниматься качеством сайта и веб-аналитикой, и прочими делами. Вот я здесь обеими руками за, потому что на самом деле мы говорим о неизбежной вещи, на самом деле. Просто неизбежной. Вопрос, раньше этим заниматься или позже этим заниматься. То есть поиск давно помогает найти ответ на этот вопрос и предлагает заниматься этим раньше. В чем это выражается? Смотрите. Когда было введено коммерческое ранжирование, что это было? Собственно, почему его ввели? А по одной простой причине. Потому что на запрос пластиковые окна есть ни один, ни два, ни три релевантных ответа. Формально релевантных с точки зрения классики информационного поиска. Ответов много. Их там десятка. И как-то их надо упорядочивать. И очевидно, что классик информационного поиска, который являются и ссылки в том числе, не позволяет по-честному ответить на этот вопрос. К сожалению, на коммерческие сайты естественных, хороших, правильных ссылок в общей массе ссылочной, которая сейчас на них есть, она очевидно близка к нулю, исчезающей мало. Поэтому, получается, я склонен верить созревлению поиска. Получается, действительно, ссылочные для коммерческих сайтов сильно зашумленные сигналы, поэтому не видно большого смысла его использовать. И я почти уверен, что... Собственно, Садовский же даже, по-моему, сказал, что они уже померили качество такой выдачи. То есть, наверное, какие-то тесты уже были проведены, и у поиска есть основания понимать, что новая жизнь будет не хуже старой. Вот. И еще маленький комментарий. Во-первых, да, Сережа сказал, Деткевич, про то, что снизился очень порог входа, и сеошники превратились в машинки по закупке ссылок. Это, ей-богу, не здорово. И, на самом деле, спасибо Яндексу за то, что жизнь сеошника приобретает какие-то новые грани и становится интереснее, на самом деле, потому что долгое время не было серьезных подвижек. И печально видеть вот общую массу сеошников, которые, на самом деле, очень мало чего понимают, и в SEO, и в маркетинге, и в бизнесе, и вообще ни в чем толку ничего не понимают, умеют только ссылку купить. Это печальная картина, и здорово, если эта картина будет меняться. И последний, наверное, тезис о Твоем. Леша, ты сказал о том, что выдача заморожена. Смотри, а, собственно, почему она должна быть не заморожена, особенно если мы говорим про какие-то ВЧ тяжелые запросы. Ну вот проведем простую аналогию с нами, с живыми людьми. Вот если у любого там встречного человека на улице спросить, назови, пожалуйста, какой-нибудь продуктовый магазин, и послушать его ответ, что он скажет. Конечно, он скажет, там, Ашан, Рамстор, там, не знаю, да, там, Пятерочка, еще чего-то. Но там не будет, скорее всего, в этом списке, высоко в этом списке, прекрасный какой-то локальный маленький крохотный магазинчик, который никому не известен. Поэтому здесь логика та же. Почему нужно сделать то по тяжелым частотным запросам, сделать его сильно динамичным? Чем это должно быть обусловлено? Это довольно странный продукт. В то же время у маленьких и прогрессивных в то же время есть возможность добиваться счастья по своим нишевым каналам, да, по НЧ. Ну то есть логика, на мой взгляд, тюль-в-тюль, как в офлайновой жизни. И мне кажется, что здесь не за что винить поиск. А почему там должно быть как-то иначе? На самом деле, очень часто по таким замороженных топах находятся, ну, вот такое откровенное, откровенно брошенные сайты. И сделать с этим будет ничего невозможно. Другая проблема. Но она есть. Леш, а брошенная в каком смысле? То есть сайт вообще толком не работает? Нет, он работает. За этим сайтом ничего нету. За сайтом сзади он... Нет реального бизнеса. Да, нет реального бизнеса уже. А, ну то есть он де-факто просто продает лиды эти потом куда-то. Да. Так, ну, а я вот хотел затронуть тему про новые сайты. То есть мы предположили, что ссылочные отключили. И как вообще быть новым сайтом? Ну, топы заморожены, вроде бы, да? Как говорит Алексей. Но есть ли возможность пролезть как бы в этот топ новому сайту? Что вообще для этого нужно делать? Раньше можно было там, ну, хотя бы на ссылки покупать, как-то влиять вообще на позиции сайта с помощью внешних факторов ссылочных. Сейчас этот путь, ну, допустим, этот путь закрыт у нас. Что, короче, можно делать с сайта, чтобы выйти по запросу пластиковые окна в топ-10? Смотрите, я считаю, короче, что вот есть запросные факторы. То есть кликабельность, допустим, хоста по запросу пластиковые окна, то есть поведение пользователя на сайте по этому запросу, который пришел. Точно так же Яндекс снимает поведение пользователей по низкочастотным запросам, в которых есть там это слово «пластиковые окна». То есть вот смотрите, появился новый сайт, выложил много контента, то есть сайт хороший, да, на него пошел низкочастотный трафик. Низкочастотный трафик пошел со словом «пластиковые окна». И, значит, вот эти запросы со словом «пластиковые окна», они учитываются при аранжировании, как факторы при аранжировании по запросу пластиковые окна, по основному ключевому слову. То есть, если сайт хорошо себя ведет по низкочастотным запросам целевым, то он будет подниматься и по основному ключевому слову. То есть, обратная связь тут такая, на мой взгляд, про новые сайты, если говорить. Кто-нибудь может что-нибудь добавить? Вот, Женя. Кроме такого влияния же есть еще, у меня просто был пример в свое время. Яндекс же проводит эксперименты, и в том числе есть много разговоров было, и тогда и сейчас, о замороженности, о положительной обратной связи. Типа, тем, кто уже наверху, тем достается больше трафика, и поэтому они еще более наверху должны становиться. И была печаль у всех, а как же новый сайт-то будет жить в всяких условиях, как ему пробиться? Яндекс проводит эксперименты. Вот у меня был случай довольно давно, сайт на тему ипадов. То есть, совершенно новенький домен, буквально вчера купленный, 30 ссылок куплено, чтобы сморт, чтобы по-быстрому проиндексировалось. Вот, Яндекс проводил эксперименты, и части людей показывал этот сайт повыше, часть людей кликало, он еще поднимался, еще поднимался. И по запросу типа ипада он повисел в топ-10 некоторое время, получил там 500 кликов условно, и сполз обратно, видимо, там посчитали, как бы Яндекс посчитал, что не очень хорошее поведение на сайте, и задвинул. То есть, эксперименты с новыми сайтами, временная проверка гипотез, может быть, они очень хорошие, тоже у Яндекса есть. И это совершенно нормально. На самом деле у Яндекса есть очень большая проблема, это его, скажем так, тормознутость очень большая. В Гугле это в отношении все намного динамичней. Вот, и вот эта вот тормознутость, она будет давать о себе знать очень долго еще. Ну, я думаю, что если мы говорим о том, что сейчас применяются эти факторы, то есть, если мы сейчас начинаем рассуждать о том, что в начале следующего года Яндекс запускает новый алгоритм, это может быть не совсем правильно, то есть, может быть, Яндекс не прямо сейчас запустит, а он просто хотел бы гипотетически действительно отключить эти ссылочные и хочет набрать таким образом некую статистику, в том числе по молодым сайтам, по тем сайтам, которые еще не поставили Яндекс.Метрику, потому что сейчас, по сути, получается следующее. Как молодому сайту быть, если ссылочных факторов нет? Как Яндекс будет проверять поведенческие? Поставьте Яндекс.Метрику. То есть, Яндекс стремится таким заявлением набрать еще больше факторов, еще больше статистики и потом уже что-то с этим делать. Ну да, фактически мы уже последние полчаса размышляем. О чем сейчас все упускают? Сам Яндекс заявляет, что занимайтесь улучшением сайтов, но при одной руке он говорит, что занимайтесь, а другой руке он начинает закрывать запросы рефера. То есть, на 2% уже закрыли. Идут по следу Гугла, то есть, нужно ставить Гугл, метрику, то есть, замечательно все. А только аналитики там не будет никакой, что там, что там. Сейчас, Стас, секундочку. У нас Сергей Людкевич, просто боимся очень, что оборвется связь. Сергей. Нет, я так наблюдаю, так сказать, со всеми. То есть, это такое у нас сидящее око, пылающее на мониторе. Вот, что я хотел сказать-то по поводу. Почему-то вот сейчас педалируется мысль всеми в студии, что единственная альтернативность ссылочным фактором являются именно поведенческие, причем классические поведенческие. У нас еще много есть вопросов от зрителей, в том числе и социальные факторы у нас спрашиваются. Я все-таки надеюсь, что и социальные не будут альтернативы, потому что там накручивается гораздо проще, чем в ссылочных все. Да, сейчас лайками и твитами торгуют там. Оптом и в розницу. Да, и оптом и в розницу, и там по совсем дешевым ценам. Неважно. Именно вот, на мой взгляд, стоит обратить внимание на коммерческие факторы. Они являются, в отличие от, как бы, именно классическими онсайтовыми факторами. Только это, конечно, не тексты, а именно вот какие-то элементы того же дизайна, юзабилити, представления информации, собственно, в которые так просто-то и как бы и не поменять, и не улучшишь, придется включать голову, поработать, да, и на поток это не поставишь, и особо не промасштабируешь, но зато работа очень интересная и очень полезная. Вот. И я уже упоминал, что за последнее время тенденция идет именно к увеличению роли таких факторов. И нам случалось, как бы, делая улучшение, попадать именно в замороженные, законсервированные топы, да, по суровым ВЧ, собственно говоря, только за счет улучшения коммерческих факторов. Вот. Поэтому, я думаю, не все так, конечно, мрачно. Вот. Конечно, консервация выдачи удручает, но с другой стороны, наверное, многие из присутствующих в студии помнят там, как весной по некоторым ВЧ-запросам, типа, бюро переводов, натяжные потолки, да, интересным образом поменялся топ. И в этом топе были сайты, на которых практически не было коммерческих, и они до сих пор там остаются, коммерческих ссылок. Я вот думаю, не было ли это своеобразным экспериментом. И, может быть, и нас как раз-таки ждут очень большие подвижки при отмене ссылочного. Так что поживем, увидим. Но, опять же, мне очень бы не хотелось, чтобы возникало такое ощущение, что именно единственной альтернативой ссылочному являются поведенческие. Я думаю, все будет гораздо сложнее. Конечно, Яндекс делает ставку на поведенческий, на кликстрим. Сейчас, я думаю, будут еще больше возрастать факторы именно поведения пользователя внутри сайта и не вот эти вот понятные, простые все метрики, с которыми все носятся, типа, показатель отказов, время, проведенное на сайте, и там среднее время и средняя глубина просмотра страниц, а будут факторы гораздо сложнее, которые будут уже учитывать именно, какую активность пользователь проявлял на сайте, заполнял ли он формы, делали клики, там еще что-то. Вот. И вот такие вещи, они, да, то есть, конечно, на накрутку их, наверное, тоже возможно, но, я думаю, качественно накрутить уже будет гораздо сложнее, а все некачественные вещи будут легко детектироваться. Вот. И, надеюсь, здесь, в общем, накрутки тоже не очень, как бы, сильно помогут. Вот. Так, да, теперь я скажу. Продолжу, наверное, вот, Алексея, там, да, мысль про Яндекс.Метрику и поведенческие факторы. Ну, Яндекс, очевидно, загоняет всех в Яндекс.Метрику. Вот. Если Google просто закрыл рефереры, да, для того, ну, как бы, не могут маркетологи, там, посмотреть, по каким запросам к ним приходят, то Яндекс, ну, как бы, закрыл для всех, кроме метрики. Хотите видеть запросы? Ставьте метрику. Ну, то есть, будет вот так. А в онлайне все равно не получится? Микрофон, 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 микрофон. Все равно уже нельзя будет разделить по пользователям. Через запятые ты уже не вытащишь в онлайне. Все. То есть, это просто тебе в среднем по больнице, да, зашло 10 человек по такому-то запросу. Ну, зашло и зашло. Тебе от этого легче? Нет, ну, метрика на сайте – это вообще хорошо. То есть, это… Хорошо. То есть, одной рукой они загоняют туда, а другой они закрывают. Нет, ну, в метрике-то можно будет увидеть запросы? Можно будет, да. Их нельзя будет связать с конкретным пользователем? Посмотри, как конкретный пользователь, который зашел по этому запросу, что он делал, да. Можно, если цели настроены. Нет, если цели настроены, а если не настроены, просто посмотреть. Нет, замечательно. Нет, сейчас можно. Нет, ну как, у Яндекса будет связь. То есть, он заходит через Яндекс.Браузер, да, какой-то чувак там, да, на сайт с метрикой. Все, у Яндекс.Браузера есть айдишник. У метрики там есть тоже айдишник. Ну, то есть, кука, да, ставится. Ну, значит, в Яндекс отправляет соответствие. Вот эта кука соответствует этому айдишнику. Вот так мы связываем, как бы, пользователя с тем сайтом, по которому он ходит. Если у пользователя есть, как бы, ну, спайвер от Яндекса. А если нет? Если не спайвер, то, как бы, нет, не связывает. Понятно, что, ну, как бы, это на какой-то выборке работает. Вот. Так, что еще, что-то еще хотелось обсудить? Да, может быть, вам на вопросы поотвечаем? Давайте, может быть, тогда, да. Сейчас я, у нас очень много накопилось вопросов. Я буду их задавать, наверное, не по, как говорится, логической связке, а уже по мере поступления. Значит, пользователь, вернее, зритель наш Адриан сначала делает заявление. Привет, я думаю, что эта новость покажет, кто есть кто, так как в наше время проще купить ссылку, чем провести анализ какой-то и принять решение на основу данного анализа. И многие компании видят настоящую эффективность своих SEO-специалистов. Ну, в принципе, мы с этим всем согласны, с тем, что эффективность как раз тут, именно сегодня, в этот момент и проявится. А вопрос у вас следующий. Те, кто сейчас купили ссылки, получается, они деньги на ветер. Выкинули, и что их ждет после Нового года? Ведь, по сути, они в органике сильно упадут. Спасибо. Короткий ответ на последний вопрос и маленький комментарий по первой части. Соответственно, во-первых, не факт, что сайты упадут. И, во-вторых, самое важное, очень по малому количеству запросов, Стас, тебя не было, я озвучивал по нашим исследованиям, менее 8,5% продвигаемых запросов, извините, да, 8,5% продвигаемых запросов могут пострадать, если Яндекс это все-таки введет. Вот это по нашей базе САПа. То есть, смотрите, да, это действительно мало, это как бы ответ на вопрос. И маленький комментарий по поводу лучше сделать какой-то анализ, чем купить ссылку и так далее. Вот я слышал и Сергей, и Михаил Слевинский, и Стас, вы озвучиваете тезис, что лучше крутое SEO, аналитическое, там, где надо смотреть. Я хочу и вас, и телезрителей немного погрузить, что ли, в реалии рынка, и заодно и Директ, и SEO. Ребят, средний чек на продвижение в России, чтобы вы понимали, это может доказать и Женя Костин, да, и я, в массовых сервисах, он очень маленький, он менее 10 тысяч и сильно менее, и сильно менее, да, 10 тысяч – это самый топовый. Теперь смотрите, Садовский говорит, лучше эти деньги потратят на юзабилити, черт возьми, покажите мне хоть одного юзабилити-эксперта, который мне сделает анализ, внесет рекомендации, внедрит изменения за, не знаю, 5-6-7 тысяч рублей. Где? Я завтра у вас их всех куплю, да, и посажу там в САПу всем эти услуги оказывать. Смерть малого бизнеса получается? Я об этом, ну, прямо не хочу говорить, да, но налицо. Есть такие, да, и грубо говоря, Директ, там, где клик стоит, не знаю, запрос ремонт принтеров для нового сайта, раз мы говорим о новых сайтах, извините, 30 долларов за один клик. Это не предел. Это не предел, да. 82 доллара. Максимум, видели. 30 долларов за один клик. Что можно сделать в месяц на 6 тысяч рублей, если в Директе клик за 900 рублей, извините меня? Ничего. И когда вы говорите сделать анализ, да некому там делать анализ. И если мы даже посмотрим на статистику Директа по разрезу клиентов, то мы увидим, что там длинный хвост несет большое количество денег. И когда мы говорим об анализах, о закупке ссылок, о каких-то новых методах продвижения, мы с вами ведем речь об очень маленьком количестве рынка. Я напомню, у топовых SEO-компаний что-то около тысячи клиентов. Это именно SEO-компания, SEO-агентство настоящее. Нормальных SEO-компаний в России осталось не так много. Ну там, не знаю, 100-150 максимум. Мы можем представить, какое у них среднее количество клиентов. Оно довольно мало. На секундочку, 36 тысяч интернет-магазинов в России. То есть даже если мы возьмем только интернет-магазины, то всего лишь малая часть из них будет продвигаться у нормальных SEO-шников. А остальное где? Остальное в массовых сервисах с помощью ссылок и так далее. И когда мы говорим, что сейчас там давайте отнесем деньги в юзабилити или еще куда-то, да некуда нести. Они и так их не понесут. Понесут, вот правильно ребята говорят, в накрутку поведенческих, вот в эти оголтелые сервисы. И это еще хуже, потому что люди будут рисковать собственным сайтом. Они будут тут как в лотерею. Только в этой лотерее на одной стороне, да, они могут что-то получить в плюс по позициям на основе накрутки поведенческих, а на другой стороне получить пенальти от Яндекса. Извините, за ссылки не получают пенальти. И в этом их большая-большая-большая… Ну, можно, но если можно, то давайте вот я сейчас всем пенальти сам раздам. Сейчас, сейчас, сейчас. Без микрофона не слышно. По поводу упадут или не упадут, ну, как бы тут вероятность 50 на 50, либо упадут, либо нет. А насчет изменений, мне кажется, что изменения должны быть слабые. То есть, если бы они были сильные, то это означало бы… То есть, если Яндекс провел пробы нового алгоритма и изменения были бы сильные, это означало бы, что это существенная разница в качестве между состоянием на сейчас и состоянием на потом. Существенные разницы они вряд ли допустят, существенные ухудшения. Так что изменения должны быть слабые. Вот у нас как раз, да, был вопрос, тестировал ли господин Садовский систему по каким-то выборочным словам тему сегмента поиска. Все-таки совсем без тестирования и вряд ли бы это произошло. Смотрите, насчет тестирования и качества поиска. В любом поисковике есть, условно говоря, два вида тестирования качества поиска. Значит, первый вид тестирования – это внутренние метрики, то есть то, что в Яндексе называется P-Found. Это просто метрика качества сайта, насколько хорошие сайты высоко в выдаче. Грубо говоря, можно упросить так. Есть P-Found, есть какие-то другие внутренние метрики, количество спама, еще чего-то в результатах поиска. Это одна метрика, и Садовский сказал, что они по ней проверили все, и качество не упало. Но есть метрика вторая, которой поисковики меряют качество. Это когда они уже выкатывают новую версию поиска в продакшн и смотрят на поведение пользователей на серпе. То есть они смотрят на такие метрики, как, допустим, средняя позиция первого клика, количество хитов, где ничего не найдено. В общем, такие метрики, их около десятка, наверное, на них тоже смотрят и по ним оценивают качество. То есть уже на основе пользовательского поведения. И, насколько я понимаю, этой метрики пока у Яндекса нет. То есть они не мерили качество поиска с отключенными ссылками с помощью пользователей, только внутренними метриками. Поэтому, когда они введут новое ранжирование без ссылок, еще может все измениться. Да, ну пока что мы еще кружимся вокруг доколу. Введут ли все-таки окончательное ранжирование или не введут? Эксперимент это или окончательное движение? Я вот с позволения отвечу Косте в тему найти специалиста по юзабилити за 3 тысячи рублей или за 5 тысяч. Я думаю, что такие найдутся, к сожалению. На фрилансе, например. Если мы понимаем под юзабилити анализом, скажем, сделать кнопки красного цвета и напишите телефон, вполне можно такое за 3 тысячи продавать. Хотя мы понимаем, что сайтов много и все написали телефон и сделали кнопки достаточного размера и более-менее заметны. А что делать дальше? Ну, в любом случае, даже если бы все оставалось, как есть сейчас, мы понимаем, что те же коммерческие и прочие факторы, они свой вес набирают. И, скажем, если мы просто накупили ссылок, а коммерческие показатели у нас плохие, то сайта в топе, конечно же, не будет. И мы всегда это декларировали. И как-то старались наших пользователей обучать в этом плане, проводить какие-то аудиты, чем-то их консультировать, помогать им, не знаю, участие в тех же конференциях, какие бы они ни были. Мы поставили под сомнение конференцию, на которой было сделано заявление Яндекса. Но тем не менее, мы всегда стараемся людей обучать и говорить, чего им сделать на сайте. Однако, допустим, они это сделали. Что же будет дальше? То есть, куда дальше идет этот юзабилити? Куда мы дальше идем в этих коммерческих показателях? Ну, потому что Яндекс не все может проверить. Ну, что Яндекс будет звонить каждому фирму и проверять, не знаю, насколько у них дорогие или дешевые товары. То есть, как часто они предоставляют скидки. То есть, это какой-то ручной отбор уже будет получаться, мне кажется. Давайте я еще тогда задам вопрос, который нам поступил. Ну, вопросов много, я извиняюсь перед вами, уважаемые телезрители, я все, наверное, задать не успею, не смогу. Как считают уважаемые эксперты, Константин спрашивает, социальные сигналы будут играть роль в ранжировании сайтов? Садовский в интервью Search Engine сказал, что ссылки из социальных сетей они не учитывают. А пользователей? Будут ли учитывать переходы пользователей из соцсетей на сайт? Сейчас я начну. То, что касается коммерческих запросов, на мой взгляд, нормальных коммерческих запросов, таких тяжелых, серьезных, там не может быть никаких социальных сигналов вообще в принципе. Ну, они просто там неуместны. Ну, есть тематики, видимо, в которых они уместны, там, допустим, там что-нибудь, организация корпоративов, там, да, то есть вот такие вот, где можно, где отзывы могут давать такие, да, где фидбэк может быть такой длительный, да. Есть такие тематики. Ну, в общем, конечно же, в коммерческой тематике социальные сигналы, они, ну, только шум создают. Ну, и Садовский об этом сказал в интервью Search Engine Land, ну, я думаю, все читали, там он довольно подробно рассказывал о новом алгоритме. В том числе он упомянул, что социальные сигналы работать для коммерческих запросов не будут. Тут как бы надо еще понять, что такое социальные сигналы. То есть лайк на сайте, допустим, поставленный, это социальный сигнал, ссылка из Фейсбука, там, или из Твиттера, это социальный сигнал, а переход, это социальный или поведенческий сигнал. То есть неизвестно, как бы, да, что Яндекс понимает под социальными сигналами. Ну, понятно, что там что-то можно точно классифицировать как социальный сигнал, а переход, допустим, с социальных сетей. Это же тоже трафик, это поведенческие факторы какие-то. То есть, факторы завязаны на количество переходов и поведение пользователей, которые пришли с этого источника. Ну, в общем, полностью отключить социальные факторы невозможно, я считаю. То есть, если продвигаться активно в соцсетях, получать трафик за счет соцсетей, то это будет сайту только в плюс. То есть, этим можно заниматься, и это поможет. Я анализировал несколько сайтов, у них достаточно такой большой трафик социалок, ну, реально переход там с групп, с каких-то публикаций. Вот самое интересное, ни один из них не стал клиентом. Зайти посмотреть, да, клиентом ни один не стал. Версия в пять раз меньше социальных сетей. Ну, это ни о чем. Давайте еще один вопрос. Почему пиар нельзя заменить реальными пользовательскими факторами, о чем мечтает Сергей Людкевич? Смотрю статистику одного популярного форума. Закладки 60%, Google 18%, Яндекс 10%, при этом около 30% запросов на звание сайта. То есть, популярный среди людей сайт часто может быть крайне непопулярен в поисковиках. Нельзя мерить все сайты под одну гребенку. И очевидно, что форум – это форум, это место, где люди общаются, и куда заходят часто, так же, как и СМИ и медиа, да, люди туда заходят. Ну, я имею в виду постоянные предпочтения. Есть ряд, большой пул сайтов, которые абсолютно не обладают никаким естественным трафиком, да, тайпином никаким не обладают. Это сайты, скажем так, быстротранзакционные. Такси, доставка еды, срочные услуги и так далее. У таких сайтов, да, и можно продолжить этот список довольно далеко, да, особенно, когда речь касается о поиске товаров, e-commerce, да, там, тайпин, трафик будет только на топовых ресурсах, вроде Озона, там, не знаю, Медиамаркты, еще кого-нибудь. Соответственно, нельзя вот так вот взять и просто все сайты под одну гребенку померить. При этом, насколько я помню, количество витальных запросов где-то там, оно было каким-то фактором ранжирования, то есть, оно как-то должно учитываться, насколько я помню. Да, остаскивает головой. Ну, тут, то, что касается, наверное, коммерческих запросов, ну, я вот, честно говоря, я не представляю, есть ли на коммерческом сайте, там, ну, грубо говоря, 90% постоянных посетителей, так, что он продает? Он им одно и то же продает, ну, не знаю, вот, от агентства недвижимости по продаже квартир. Это немножко другое все-таки уже. Да, это модель бизнеса другая. Нет, а вот так вот, агентства недвижимости, если у него 90% постоянных посетителей, что они там делают? Они что, каждый день по квартире покупают? Ну, нет такого же ведь, правильно? Нет, если это подписка, допустим, годовая. Ну, вот я, нет, я правду говорю, что это все равно не клиенты, в конечном счете. Как правило, тот же заказ такси, вот, честно говоря, вот я открою телефон, у меня там 3 или 4 номера такси забито, я не полезу в поиск вообще их искать. Доставка суши, там, не знаю, там, доставка еды из ресторана, то же самое. Я их просто не полезу в интернет искать. Зачем? Это все уже есть, все уже найдено. А если человек приезжает? Ну, это вот. Все равно, на самом деле, да, эти сайты отвечают на запросы новых людей, ты прав, что все-таки новые люди ищут. Вот, там, приехал человек впервые в Москву, он ищет такси. Там, человек, не знаю, получил первую зарплату, решил купить суши, да, там себе. Он забил в поиск, потому что это, ну, есть естественный прирост новых людей в каждой тематике. И мы на этом будем жить еще очень долго, да. Я именно об этом говорю, что там не должно быть постоянных посетителей. То есть, ну, как, хороший инфосайт, там должно быть, ну, 90-80% новых посетителей. Так, ну, я все-таки, наверное, на вопрос отвечу, там, да, вопрос был, почему нельзя заменить пейджеранг на поведенческие факторы? Да можно, собственно, об этом мы и говорили, что ссылочные факторы уже Яндексу не нужны, потому что у него есть информация о реальных переходах пользователей. Реальный как бы граф поведенческий пользователей, этот сигнал гораздо точнее, чем пейджеранг, да. Пейджеранг зашумлен там платными ссылками, там еще чем-то, а переходы пользователей, они прям, ну, вот чистые. Это чистый сигнал, который говорит о популярности сайта, о движениях, там, да, вот пользователей между сайтами, о связях между сайтами. Можно там классификацию какую-то построить и извлечь оттуда множество полезных факторов и сигналов, которые заменят пейджеранг. В это я верю, что поведенческий граф, он как бы гораздо точнее аранжирует сайты, чем, ну, ссылочные. Да, я думаю, это можно сделать, и это уже сделано. Стас, это может быть накручено через полгода просто в легкую. Вот, честно говоря, железо стоит копейки. Поставить в ангар кучу компьютеров, да не проблема. Сейчас, Жень, да, насчет накруток. Просто, ну, известно, что в Яндексе я занимался как раз противодействием накруткам, да, там, антифродом, там, противодействием накруткам поведенческих факторов. Я могу сказать, что это, ну, довольно просто, как бы, да, вот все эти накрутки отсекаются. То есть, есть реальные пользователи, и, ну, по ним, как бы, ну, все видно. Ну, не знаю, ну, короче... Я не говорю про сервера, которые будут это ботов генерировать, я говорю про стационарные машины с мониторами, с мышками, которые будут работать с установкой на каждый комп своей копии Яндекс.Браузера. То есть, это, ну, на самом деле, достаточно легко. Я их в социалке заведу и подружу между собой еще. Леш, ну, это все фантазии, то есть, этого еще нету, то есть, пока этого еще нету особенно, да, вот, это твои фантазии все. Вот, на самом деле, вот, конечно, Яндекс может с этим бороться, вот, а по поводу ссылок же, Яндекс где-то, вот, я уж не помню, сам ли он персонально жалел, что пропустил тот момент начала вот этого ссылочного спама, когда нужно было давить, его бы не было. Ну, вот, короче говоря, ссылки они не давили, потом страдали, жалели от этого, а с поведением они с самого начала знают, что нужно давить, и, как бы, вот это вот, ты хочешь за полгода что-то сделать, а они уже к тебе подготовились. Знаешь, вот, честно говоря, вот, когда вот был вот этот бум поведенческих, я, по-моему, за месяц еще в прямом эфире Мегаиндекса сказал, чтобы на месте Яндекса устроил бы показательную порку, и через месяц он ее устроил. То есть, это понятно было, что это будет наказываться все, но то, что там делалось все, ну, настолько топорными методами. Так. Почему ты сейчас считаешь, что эти методы, то есть, ты более продвинутые методы хочешь использовать, а почему ты считаешь, что Яндекс глупее тебя, я вот не понимаю. Нет, нет. Я хочу сказать, что некоторое время назад, когда я работал в другой компании, вот на втором этаже был офис SEO-шной конторы, а на первом компьютерный клуб. Вот, и нет никакой проблемы поставить на 30 компьютеров различные там Яндекс боты, это, наверное, не боты, да, программки, которые все будут отслеживать. И, по сути, у нас что получится, что на компьютере производится определенное действие, которое делает человек. Он там скачивает программы, играет, посещает разные сайты, и в том числе накручивает нам поведенческие факторы. То есть, можно даже не то, что компьютеры бездушные поставить, а компьютеры с душой. Ты понимаешь, что пользователи с душой, если эмулировать настоящих пользователей, то это очень долго и очень дорого. Тебе нужны пользователи со старыми куками, ты понимаешь, да, что как бы у нас выборки, пользователи, которые идут на Яндекс, Есть куки, которые созданы 5 секунд назад, да, есть куки, которые созданы год назад. Есть распределение между старостью пользователей, распределение между залогиненными и незалогиненными пользователями. Распределение между пользователями, которые заходят на ВКонтакте и которые не заходят на ВКонтакте. То есть, есть множество факторов, по которым можно отсечь эти компьютеры с душой. Но, конечно, их можно сделать, но это очень дорого и очень долго. То есть, тебе нужно будет несколько лет накапливать, эмулировать пользователя, создавать его. То есть, это, мне кажется, вообще невыполнимая задача. Стас, если ты посмотришь, вот все мои заявления, я всегда раньше говорил, что я против накрутки поведенческих. Я и сейчас против, потому что это реально сложно. Но это можно сделать. И если, скажем так, это нужно будет сделать, это будет сделано. Не нами-то кем-то другим. Так, Константин, еще куча. Я только вот об этом. Я просто хочу плюс в карму всем присутствующим и нашим топовым представителям отрасли поясню, почему. Потому что, к счастью, в SEO достаточно специалистов, которые реверс-инженерят все технологии, причем делают это сильно заранее, до того, как отменят какие-то дырки, возможности и так далее. Потому что, извините меня, накрутить социальные факторы, о которых предыдущий вопрос был, все уже давно умеют. Все это продается, и спрос на это огромный. Ну, вот по нашей базе мы судим. И твиттеры, и лайки, и шары, и чего там только нет. Поведенческие накрутить, эмулировать не надо. Дайте людям рубль, дайте людям два. Они сделают вам что угодно. Можно заразить компьютеры, можно воспользоваться ботом этим. Там настоящие люди, там ничего не надо эмулировать. И это стоит все копейки, и, извините, это уже делают. И вы знаете, кто это делает. Поэтому, что бы ни говорили, что отменят, есть уже инструменты, которые работают. Или хотя бы действуют, делают правильные вещи. И еще маленький момент. Накрутить поведенческие на запросе. Вот дайте посчитаем просто в уме, гипотетически. Если частотные запросы по Директу, по Вардстату в тупую 8 тысяч показов в месяц. В кавычках. Сколько нужно эмулированных пользователей, чтобы чуть-чуть пошатнуть поведенческую метрику? 300, короче, показов в день. 8 тысяч показов в месяц, да? Это считай в день сколько? 300 показов в день считай, да? Это с учетом перехода на вторую страницу. То есть, где-то 200 пользователей пришло и просмотрело результаты поиска с этим сайтом. 200 пользователей, да? А в чем вопрос-то? Сколько потребуется эмулированных пользователей в день, чтобы пошатнуть эту историю? Потребуется, значит, 200 пользователей, ну, каких-нибудь не очень сложных, и там 10, которые кликнут. Вот те, которые кликают, они должны быть, как бы, ну, вот точно эмулированы. То есть, в два раза увеличить количество запросов? Нет, 10. 10. 10. 10 пользователей, да, должно кликнуть. О чем речь? То есть, вопрос накрутки поведенческих – это 10 эмулированных пользователей. В день? В день. 300 в месяц. Это ничтожно мало. Окей, почему Мавеба не стреляет? Ну, почему оно не выстрелило? То есть, туда загоняют сайты, ну, что-то там, да, движуха есть какая-то туда-сюда. Ну, все боятся и правильно делают. А что боятся? Там, вот, загнал сайт в Мавеба, они там, ну, вот этим способом там замечательно все накручивают. Нет результатов. Почему? Ну, да, окей. Да, значит, не слышно. Не только Мавеба, любой другой сервис, да, почему туда, почему не стреляет? Стреляет когда? Когда все взяли и принесли туда денег. Ну, факт. Почему туда не несут денег, хотя, может быть, даже это у кого-то сработает? Страшно. Яндекс пенальти за поведенческие дал? Дал. Когда ты несешь деньги в черный ящик, в надежде, что твой единственный сайт, единственный генератор продаж поднимется, ты рискуешь потерять свой единственный генератор продаж и свой бизнес. У них же есть клиенты какая-то, база. Ну, конечно, есть. Они их накручивают. Конечно. Но результатов нет. Не знаю. Ну, вот результаты... Опять же... Об этом бы мы кричали, если бы там, ну, прям все пьет. Надо касать источницу наоборот. Мы не знаем. На самом деле, мы не знаем, как это работает, но мы только что с тобой посчитали, что 10 человек в день достаточно, чтобы накрутить серьезный среднечастотный запрос. 10 человек в день. Один фактор. А факторов поведенческих 100? Они все связаны. Все связаны. Окей, ладно. Ну, кроме того, нет. Я насчет чисто вот Мавеба... Во-первых, что-то там дороговато, мне кажется. Я, конечно, не знаю. А кто как считает Мавеба? Нормальная цена или... Да, не будем их рекламировать. Так, есть? Тема закрыли. Тогда у меня еще один вопрос. Я думаю, что он очень сильно касается тех самых десятков тысяч простых сёшников, которые имеют от 3 до 10 тысяч рублей на продвижение. То есть мы говорим о том, что, вероятно, в 2014 году нас ждет повышение качества SEO, но вот люди с 10 тысяч рублей не могут себе позволить. У них вся надежда на автоматизированный сервис. У меня целых два вопроса. Непосредственно, например, вот, наверное, я понимаю, что это к Жене. Значит, первый вопрос. Сейчас я его найду. Так. Будет ли SEO-пульт в будущем совершенствоваться и организовывать работу по другим факторам продвижения? Или SEO-пульт исключительно так и будет работать только на продаже ссылок и контекстной рекламы? И я сразу вторую зачитаю. То есть, не дай бог, сейчас дискуссии, и мы не успеем. Будет ли на SEO-пульте фильтр покупки ссылок по тематическим площадкам? На самом деле, SEO-пульт уже работает над определенными факторами, которые сейчас есть. Единственное, я не могу пока сказать, будет ли это в рамках SEO-пульта или какого-то еще дополнительного инструмента, потому что мы стараемся как-то совершенствовать саму систему, но не превращать ее в какой-то огромный механизм, в который вообще есть все. Иначе люди просто запутаются, не поймут, что где находится. Другой вопрос, что на данный момент ссылки, повторюсь, как мы уже сегодня обсуждали, не отменили. И даже если их отменят, то это будет какой-то определенный процент. То есть, речь идет о том, что все умерло, и нужно что-то делать теперь, все наоборот, все по-другому. А второй вопрос... Фильтр покупки ссылок по тематическим площадкам. Ну, не могу сказать, что этот вопрос как-то связан с последним заявлением Яндекса, что Яндекс никому из вас не говорил о том, что ссылки с тематических площадок будут работать. То есть, если Яндекс сделает то, о чем нам сказано, то ссылок не будет вообще никаких. То есть, поставлены они будут через биржу или не через биржу, но вроде как их должны отключить, если вдруг Яндекс это примет. Будет ли этот фильтр, если мы увидим, что это действительно играет сильную роль, и это важно действительно для оппозиции. То есть, не просто важно для пользователя, который просто возьмет и отключит все нетематические ссылки, и наберет в себе тематики из сайтов, которым месяц отроду. А если это будет важно с точки зрения Яндекса, с точки зрения алгоритма. Очень коротко прокомментирую. Не только пульт, любая система автопродвижения, любая биржа ссылок уже достаточно давно расширяется в плане функционала и работает с кучей факторов. И с социальными ссылками, и с анализом сайта, и с конверсиями, и с контекстом, и чего только не делать. Объективно это все уже есть, и просто нужно внимательно следить за релизами всех систем. Это все есть. И в системах работают совсем не плоские люди, как представляется в обсуждениях где-то на форумах или где-то еще, работают реально люди, которые думают глубже и больше, чем многие на рынке. И уже все есть. Да, я еще немножко добавлю, потому что, судя по вопросу нашего пользователя, вот, в общем, у меня есть 3000 рублей, и что же мне делать, какие вы нам дадите инструменты для того, чтобы мой сайт был в топе. Ну, это логично. Ну, это, конечно, хорошее пожелание. Он заставляет тебя думать за них. Это понятно, да. Но в последние, наверное, года два точно, и раньше отчасти тоже, мы всегда нашим пользователям говорим, что ни одна система, в том числе SEO-пульт, не решает полностью их задачу. То есть нельзя просто взять и отнести деньги, как в агентство. То есть вот я вам заплатил 3000, и вы на меня работаете. Мы на вас не работаем. Мы помогаем вам в вашем продвижении. Это вы продвигаете сайт через нашу систему. Но кроме нашей системы, вы должны также применять свой мозг, руки, глаза, да, и как-то анализировать ваших конкурентов, смотреть, что происходит у них, смотреть, какие есть еще факторы, где их можно накрутить или не накрутить, а как-то, ну, качественно, что ли, на них повлиять. Поэтому нет смысла заваливать, да, техподдержку или там SEO-пульта или кого-то еще вопросами, что вы собираетесь делать. Мы обязательно что-нибудь соберемся и сделаем. А что собираетесь делать вы? Ну да, реально есть сайты, которым ничего не поможет, никакие бюджеты. Это есть такие. Меня тут уже попросили закончить нашу передачу на позитивной ноте. Ну вот как, Алексей, в своем репутале у него позитив очень таким особенным оттенком. Друзья, ну вот я по тем вопросам, которые сейчас поступают мне на монитор, я вижу, что потихонечку наша аудитория превращает нашу сегодняшнюю передачу в некий такой филиал кибермаркетинга. Очень много вопросов люди пытаются сразу прояснить для себя, собственно, касающихся как бы не сегодняшнего события, а SEO в целом. Это очень приятно, потому что мы видим, что жизнь продолжается, движуха идет, SEO никуда не девается. Здесь прозвучала фраза о том, что через полгода многое из того, что обсуждалось сегодня, будет понятно. И мы видим, что сейчас мы находимся на неком перепуте, события могут пойти в зависимости от реакции пользователей в ту или иную сторону. Может быть, это грабли, на которые Яндекс наступает, еще раз, может быть, это долгосрочные планы, просчитанные. Я думаю, что мы это увидим. У меня вот есть прямо сейчас здесь в эфире, родилось предложение, давайте соберемся через некоторое время в том же составе, я причем надеюсь, что те уважаемые эксперты, которые у нас были сегодня по скайпу, сами сюда придут. И в том же составе вспомним даже по записи то, что мы говорили сегодня, поднимем все это обсуждение, которое пользователи сейчас устроят у нас наши зрители на нашем сайте, и посмотрим, что сбылось, что не сбылось, и что сделалось SEO через этот срок. Давайте назначим прямо сейчас срок. Через сколько мы встретимся? Как вам кажется, за какое время все станет видно? Через три месяца? Через четыре? Через два? Объявит? Да, только как-то 8 декабря. И все изменит, да? Ну, понимаете, мы ждать Яндекса, это, конечно, море погоды. Ну вот, на ваш взгляд, через какое? Конец мая. Конец мая. Есть другие приложения? Месяц после введения алгоритма. Месяц после введения алгоритма. Я смотрю. Но алгоритмы, которые в том виде, как сейчас он существует, то есть только коммерческие запросы, только Москва. Достаточно будет результата. Ну что ж, давайте тогда, если сейчас у нас разные мнения, давайте, может быть, это мы обсудим непосредственно уже на сайте. Я думаю, что... Все равно, как только Яндекс это объявит, все побегут на перегонки делать круглые столы. Так что можно там не загадывать. Все равно вы все сделаете сразу, как только он объявит. Ну, в данном случае просто интересно именно в этом же составе, чтобы у нас не было таких аберраций, что другие люди, другие мнения. Каждый ответит за то, что он говорил сегодня здесь. Ну, что ж, большое спасибо нашим уважаемым экспертам. Большое спасибо экспертам, тем, кто в студии, и тем, кто присутствовал с нами в скайпе. Большое спасибо всем зрителям. Мы извиняемся, что немножко задержали. Это особенности прямого эфира. Если мы не ответили на все ваши вопросы, то обращайтесь к нашим передачам, поскольку вопросы, касающиеся тонкостей SEO, у нас всегда в большом количестве выложены. Ну, а тем, кто на этих страницах выплескал эмоционально к лице свои отношения, такой разжигал холивар, я говорю большое спасибо. Меня очень сильно поддерживают. Зачитывать я, пожалуй, не буду. Лексика разнообразная. Вот. И, наверное, прямых ответов на эти выплески мы дать бы не смогли. Ну, что ж, на этом мы заканчиваем наш экстренный выпуск, наш прямой эфир «Яндекс.Против ссылок» или «Новое развитие SEO». Большое спасибо всем, кто был с нами. Всего вам доброго. Пока.